Я всех приветствую! Меня зовут Евгений и вы на канале InvestKing. И сегодня у нас обзор компании Dropbox, тикер DBX по просьбам наших подписчиков. Ну что ж, желаю вам приятного просмотра и приятного аппетита тем, кто кушает. Ну а мы начинаем! Дропбокс Файлы, размещенные в этой папке, также доступны через веб-сайт Dropbox и мобильное приложение. Дропбокс работает по модели Freemium, в которой пользователи имеют возможность создать бесплатный аккаунт с заданным количеством свободного пространства, в то время как для увеличения объема аккаунта необходима платная подписка. Дропбокс довольно удобен в своем применении, этим он выгодно отличается от своих конкурентов. Его интерфейс довольно понятен и прост даже обывателю. Как по мне, облачное хранилище от Дропбокс одно из самых удобных на рынке. Но несмотря на это, конкуренция у него все равно большая. Главными конкурентами компании являются, конечно же, Google Диск, iCloud, облачное хранилище от компании Бокс и на российском рынке это Яндекс Диск. Поэтому, как по мне, на рынке облачных хранилищ компания довольно конкурентоспособна. А как мы знаем, сейчас рынок облачных хранилищ только развивается и это только на руку компании Дропбокс. Если еще и на растущем рынке облачных хранилищ компания сможет нарастить свою долю, то это будет вообще замечательно. Еще одним направлением деятельности компании является онлайн-подпись документов HelloSign, в переводе Привет Подпись. В этом сегменте лидером является довольно известная компания DocuSign. Это направление также работает под подписки. К большому сожалению, здесь у компании нет никаких конкурентных преимуществ перед другими компаниями. Здесь у компании Дропбокс довольно обычный продукт. Единственное, за счет чего, как по мне, может вырасти это направление, так это за счет естественного роста сегмента в целом. То есть больше людей будут пользоваться онлайн-подписями документов, соответственно, какой-то процент будет приходить и в компанию Дропбокс. Ну или же увеличением затрат на маркетинг. Здесь конкурентами компании являются DocuSign, уже ранее упомянутый, Adobe Sign, PayControl, ну и множество других уже более мелких и малоизвестных компаний. Ну и последним направлением является Docsend. Их сервис позволяет делиться документами и собирать статистику их использования. Не скажу, что это прям какое-то супер перспективное направление и супер востребованное, но все-таки я считаю, его стоит отметить. Теперь давайте поговорим о показателях бизнеса. Мы видим, что компания работает в 180 странах мира. Это значит, что бизнес довольно сильно диверсифицирован. И у компании сейчас больше 700 миллионов зарегистрированных пользователей. Но важно понимать, что это только зарегистрированные пользователи. Из них компания не получает денег. Максимум, что она может с них получить, это бесплатную рекламу. То есть те люди, которые пользуются Дропбокс на бесплатной основе, довольны им и советуют друзьям этот сервис. А те могут уже купить платную подписку. Именно это нашей компании и нужно. И вот этот показатель, платящие пользователи, для нас является сейчас самым важным. Сейчас это число составляет 15 миллионов 830 тысяч платящих пользователей. Если мы взглянем на отчет компании, то увидим, что ровно год назад число пользователей составляло 14 миллионов 600 тысяч. Количество платящих пользователей увеличилось больше, чем на 1,2 миллиона. Что довольно существенный прирост. Еще один положительный момент, который я бы хотел отметить, это то, что 80% подписчиков используют продукты компании для своей работы. Это значит, что эти подписчики, как бы сказать, более постоянные и надежные. Потому что, когда вы используете сервисы компании для работы, значит, вы используете, скорее всего, это на постоянной основе. Также компания активно сотрудничает со многими другими бизнесами, в том числе даже с конкурентами, такими как Google, Microsoft, AdaptCloud и другими. Давайте посмотрим на динамику доходов компании. Видим, что выручка растет. В 2018 году она составляла практически 1 миллиард 400 миллионов долларов, а в 2020 году она составила 1 миллиард 900 миллионов долларов. Это рост на 35% за 2 года. Это довольно сильный показатель. Также растет и свободный денежный поток, или же Free Cash Flow, который показывает, сколько денежных средств доступно компании от операционной деятельности после учета капитальных затрат. Необходимых для поддержания текущих производственных мощностей. И этот очень важный показатель, который я хочу заметить, чуть ли не важнее чистой прибыли, имеет также растущий тренд. Что очень положительно для компании. Но раз уж мы заговорили о чистой прибыли, то здесь, к сожалению, у компании не все так гладко, как бы нам хотелось. Компания на данный момент убыточна. Но, как мы помним, свободный денежный поток находится в полном порядке. Почему же так происходит? Это из-за того, что компания тратит огромное количество средств на маркетинг и на разработку, и улучшение своих продуктов. Соответственно, по мере развития бизнеса, эти затраты будут снижаться, и мы в скором времени уже увидим чистую прибыль. По результату, за год. Это прогнозируется уже в 2021 году. Компания планирует показать чистую прибыль. Долги компании даже нет смысла рассматривать. Потому что компания имеет огромное количество кэша на счетах, которые в случае чего она может использовать для покрытия долга. Так как показатели прибыли на данный момент отрицательные, рассматривать маржинальность и рентабельность не имеет никакого смысла. Поэтому давайте перейдем к показателям стоимости. Так как опять-таки прибыли нету, то P&E мы не можем посмотреть. Зато мы можем взглянуть на форвардный или же прогнозный P&E. И он равняется 20. Что довольно серьезная недооценка для такого ростового актива. Но компании еще нужно показать прогнозируемые показатели прибыли. Также мы можем обратиться еще к одному мультипликатору. Аналогу P&E. Это Price to Free Cash Flow. И он равняется 22. Что как по мне, опять же для растущего актива довольно хороший уровень. Капитализация компании равняется 10 миллиардам долларов. Что означает, что компания не является маленькой, но и не является крупной. Это значит, что у компании есть как устойчивое положение, так и перспективы для роста. То есть возможность сделать несколько иксов к своей капитализации. Итак, теперь давайте подведем итог. Компания довольно активно развивается. В скором времени должна стать прибыльной, что очень немаловажно. Как по мне, она работает именно в растущих направлениях. И поэтому с ростом направления, я думаю, будет расти и бизнес компании Dropbox. Если еще компания сможет увеличивать долю рынка в направлениях, которыми она занимается, то мы увидим очень сильный рост доходов бизнеса. И надо бы поставить оценку компании. Я бы поставил оценку этому бизнесу 7 из 10. Все-таки риски у этого бизнеса довольно большие, так как конкуренты очень сильные и очень большие. Но если компания Dropbox сможет показать себя, то мы увидим довольно неплохой рост. Поэтому на небольшую часть от портфеля компанию Dropbox, я считаю, можно взять. Но это лишь мое субъективное мнение. Ну что ж, надеюсь, вам понравился этот выпуск. И пишите обязательно комментарии и ставьте лайки. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Евгений и канал InvestKing. До новых встреч, друзья. Arrivederci. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok